Конфликт 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 У него есть негативная функция Есть Потому что я и не гулять не иду И работать не работаю Но при этом есть и функция Очень позитивная Очень большую пользу можно извлечь с такого конфликта Если уж начали говорить об этом примере То на нём и разберём В чём польза такого конфликта А в том, что я уже На этой стадии начинаю Взвешивать Что мне даст прогулка Что мне даст работа И когда я Начинаю каким-то образом Оценивать Результат первого или второго варианта Соответственно Этот конфликт он приводит К какому-то конструктивному решению Независимо от того, какое решение будет принято Гулять или поработать Если говорить о вещах более серьёзных Хотя что может быть серьёзней Чем Внутренние муки Пойти погулять или пойти поработать Но тем не менее Если говорить о вещах более глобальных Более инструментальных Да Есть конфликты, которые Очень здорово что произошли Потому что пока люди Особенно работающие вместе Друг с другом постоянно соглашаются То зачастую Процесс он Топчется на месте И никуда вперёд не идёт Как только возникает столкновение интересов Возникает вопрос А откуда столкновение интересов Да? То есть кто-то хочет одного А кто-то хочет другого То есть очевидно что в этой ситуации Есть разные варианты результата Образ результата разный Соответственно мы можем прийти К совершенно разным вещам И Важно понимать К чему мы хотим прийти И Тогда Наш проект Наша идея Начинает двигаться дальше Потому что мы видим Альтернативные варианты развития И Это одна из самых важных Функций конфликта То есть когда мы Наблюдаем столкновение интересов Мы понимаем что Может быть разный результат И отсюда выстраиваем Разные стратегии В движении к этому результату Кто останется Выигрыша Кто от этого проиграет Это решает уже время И избранная стратегия Но функция конфликта здесь Сключительно положительная Хочется сказать о том Что некоторые конфликты Вообще даже не стоит пытаться Разрешать У них нет ни позитивной Ни негативной функции И это такие конфликты Когда не выиграет Ни одна из сторон Когда столкновение интересов Оно только кажется Между двумя людьми А на самом деле Это столкновение интересов В голове у одного из людей И Такие конфликты Совершенно бессмысленны Поэтому Прежде чем Попытаться конфликт Разрешать И Более того Приглашать специалистов Конфликтологов Которые С помощью техник Медиации Всевозможных Будут ваш конфликт Разрешать Всегда нужно понимать А этот конфликт Он реально между двумя людьми Между двумя сторонами Или он существует Только В голове Одного из участников Что касается специалистов По медиации Сейчас Выделена даже Отдельная профессия Медиатор Человек Который разрешает конфликты Можно конечно Повесить Функции Диагностики На него Но подумайте Стоит ли вам Тратить время Деньги На поиск Этого специалиста Если вы можете Определить Эти вещи Сами То есть Понять Сколько сторон В конфликте И Может ли он Принести пользу Двигает он вас Вперед Или наоборот Отбрасывает Каким-то образом Назад На шаг Или на два шага Назад И Самая Такая наверное Интересная Полезная Функция конфликта В том Когда вы его преодолеваете И Понимаете Что вот Если бы Проблематика Определенная Не была поднята То Вы бы так и остались Барахтаться В какой-то Лужице Да В детском бассейне Так и не Выплав на Большую воду А именно Приближение К большой воде Он Двигает команду Оно Двигает команду К большим результатам И К той самой пользе И именно Конфликты Они Дружные Мы друг друга любим Мы такие Классные Мы во всем со всеми Согласны Такие вещи Как раз Могут приводить К смерти команды К Недостижению Результата А конфликт Быть Намного Более полезным Нежели Всеобщая Любовь И всеобщее Согласие Здоровая Конкуренция Здоровая Независимость Здоровый Конфликт Интересов Всегда Приводит Хороший Результат О Даже Независимость О Дик О О Продолжение следует...